Весна Победы В концерте участвовали и юные артисты, и взрослые. В этом мероприятии участвуют все коллективы нашего Центра культуры, потому что это очень такая важная и великая дата. И со всей серьезностью, как вы видите, конечно, участники отнеслись к подготовке. Больше всего на празднике было песен. Через них участники пытались выразить благодарность ветеранам и сказать спасибо за мирное небо. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Тех, кто воевал на полях сражений, к сожалению, в совхозе имени Ленина не осталось. Главными гостями были дети войны и труженики тыла, которым тоже, безусловно, следует отдать дань уважения. Спасибо от меня лично, от всех нас, от всей молодежи, которая имеет над собой мирное небо и может только в книжках и по вашим рассказам вспоминать об этих годах. Еще раз спасибо, низкий вам поклон. Четыре поколения семья Стрижаковых проживает в совхозе имени Ленина. Наталья со своим внуком подобные мероприятия посещает регулярно. Вот и сегодня перед концертом они возложили цветы к памятнику павшим воинам. Сама Наталья считает, что очень важно воспитывать патриотический дух в подрастающем поколении. Потому что нельзя допустить повторной такой войны. Поэтому всем здоровья, счастья желаю и победы нам в жизни. Я сегодня возлагаю цветы памятнику тем героям. На праздники работала полевая кухня. Попробовать настоящую солдатскую кашу хотелось всем. Пища приготовлена. Вязкая каша гречневая, чай и, соответственно, хлеб. Кухня предназначена у нас для приготовления пищи в полевых условиях на 130 человек. Тем самым приготовили пищу в соответствии со всеми требованиями, несмотря на то, что в полевых условиях готовили. Нельзя не отметить подготовку детей. Они волновались и ждали сегодняшнего дня с особым трепетом. Военная форма оказалась очень к лицу юному артисту Егору Осадчему. Я сегодня очень долго готовился. Я маму не гладила специальную форму. Я хотела бы всех поздравить с победой и чтобы они никогда не болели. Для сегодняшнего праздника дети подготовили и выставку рисунков, которая расположилась в холле Дома культуры. Тема экспозиции – герои-пограничники. Впечатляет работа Сарычева Леонида, который решил нарисовать своего прадеда. Его прадед Василий Борисов был сын полка. Его родители всю семью разбомбили в Севастополе. И мальчишка любой ценой хотел отомстить фашистам. И его взяли сыном полка на катер. И вот всю войну он прослужил на этом катере. И вот правнук этого героя нарисовал своего дедушку. Плакали, смеялись, пели и танцевали. Смешанные эмоции были у жителей совхоза имени Ленина в этот день. Но главное, что их всех объединяло – это память о подвиге, который совершила наша страна. Анастасия Горелова, Сергей Ларин, Елена Кошелева, Видное ТВ Свои дороги!